И когда я был в Бирунди, в Африке, в прошлом году, кое-что коснулось моего сердца. Мы служили в столице. Мы служили людям, которые в горах там. И потом мы из городов, и гор пошли в деревни. Жарища. И просто домики из травы. Крыши из травы сделаны. И когда мы впервые попали туда, они были на полях, люди работали на своих полях. И работали примитивными такими серпами или плугами. Что-то они обрабатывали землю. Плуг. Это примитивный такой ручной плуг был. Что благословило меня. Все возраста были там вместе. И все мамы были с младенцами грудными. Они были привязаны полотнами к их спинам. И вы могли видеть сзади торчащие детские ножки. Они просто плотно привязывали полотном ребенка к спине и работали на поле. И они пели, когда работали. И они пели под темп псалмов. И они поклонялись Богу. И пахали. И многие из них были одеты в единственную одежду, которая у них вообще есть. Единственный комплект одежды, который у них есть. И у некоторых мальчишек футболка на футболках бывают надписи, но это уже прочесть было невозможно от времени. В дырочках порванная, растянутая. И в земле вся просто. Но они все работали и они пели в радости Божьей. Это просто невероятно. Но они пели, что Бог, Он благ. Окей, давайте двигаться дальше в нашем конспекте. Мы поговорили, как слышать Бога. Как слышать Бога регулярно. Но я хочу уделить особенное время как нам распознавать голос Божий когда я призван высвобождать это пророческое слово. Допустим, скажем Я собираюсь послужить Татьяне И Бог говорит, я хочу через тебя дать ей пророческое слово. Хорошо. Я знаю, что я хожу с Господом. Я поклоняюсь Богу. Я имею общение с Ним. Я слышу, как Бог говорит со мной в течение дня. Я пытаюсь хранить свое сердце в чистоте перед Богом. Но в этот момент я должен услышать Божий голос который дает слово сказать ей. Как же я распознаю что то, что я сейчас услышу это будет голос Божий? Понимаете, какой вопрос мы задаем? Давайте скажем так На молитвенном служении или на просто на служении пастор вдруг говорит встань, пожалуйста и говорит пророчествуй Ну, сначала мы начинаем что нервничать? И мы должны послушать Кто из вас знает, что когда мы слушаем вы можете слышать разные вещи? Вы можете слышать много разных голосов? Кто из вас слышал много голосов? Да, есть терапия от этого, ребята. Это было жутко, но на самом деле мы действительно слышим разные голоса. Есть голос Божий Есть наш голос Вы говорите к самим себе? Есть еще голос дьявола, врага И я очень даже уверен что у дьявола есть разные такие оттенки голосов Я думаю, что дьявол использует больше, чем один голос Кто-нибудь из вас рос в таком очень строгом, консервативном, религиозном ну, прошлом У кого-то было такое Anybody here? We call it legalistic Harsh In the States we'd call it hellfire and brimstone kind of preaching You don't have a word for that No Okay Very judgmental kind of preaching Знаете, у них даже все проповеди да, все проповеди у них такие с осуждением что сейчас вот снизведем огонь с неба и всех вас поглотит он Все грешники будут And if you grow up in that There's a tendency to think that's how God speaks to you у вас есть тенденция думать что так Бог говорит как-то особенным образом к вам But I'm here to tell you that is not the voice of God Но я хочу сказать вам что это не голос Божий That's one of the voices of the devil Это один из голосов дьявола And so I call it the devil's religious dialect Я называю это дьявольский религиозный диалект Yeah Да The devil can sound religious Дьявол может очень религиозно звучать And it's not God И это явно не Бог So real quick Давайте быстренько How do I recognize God's voice? Well, first of all I need to know God And see, we've talked about that You walk with God You walk with God You walk with God You have a relationship with God You've heard him talk to you And so if he's going to talk to you and give you a prophetic word He's probably going to talk to you like he always has And isn't it amazing how naturally God talks to us? He usually talks to us in like our kind of language He talks to us much like a friend of ours would talk to us He talks to us like a friend of ours But for some reason people think that when God's going to give a prophetic word he changes his voice My child This is God I have a word for you to give to your brother Any of you ever watched the movie Ten Commandments? Кто-нибудь видел фильм Десять Заповедей? Чарльтон Хестон Моисея Какой-то известный актер играл Моисея Я его не знаю Yeah The voice of God thunders from heaven И там были молнии Моисе И как гром с молнией голос звучал Божий Моисею Моисеей I don't think that's the voice of God Я не думаю что это голос Божий Голос Божий это тот который вы привыкли его слышать в дневном общении с Ним Итак Как же я распознаю голос Божий? Потому что я знаю Бога И второе там есть пустота заполните Знай Писание Это очень важно для нас знать чему учит Писание Потому что Бог никогда не будет говорить вам то что противоречит Писанию Если вы услышали голос который уверенно говорит вам что-то что противоречит Писанию знайте и будьте уверены это не голос Божий That's that pepperoni pizza you had the night before Например вчера у вас была пицца с перцем pepperoni И она вот так жалит вам сердце этот огонь с перца Это может эффект пиццы быть Или вы на ночь какой-то фильм посмотрели И потом вам сны снятся Поэтому вам надо знать Писание И третье Слушай Его голос в Писаниях Когда Он говорит к вам через Писание Слушай Его голос в Писаниях Итак Мы идем в Писание Мы открываем Писание И начинаем читать И я читаю И вдруг внезапно Одна из фраз тех, которые я прочел Встань, помоги, пожалуйста Подержи микрофон ему Спасибо Одна из фраз которые я читаю Она выпрыгивает из страницы И входит прямо в Дух ваш Да? И эта фраза имеет голос Да? Она имеет голос Чем больше я читаю Писание Тем больше я буду распознавать Его голос Потому что это тот же голос Поэтому когда я не в своей Библии Когда я там хожу где-то посреди своей жизни И слышу голос И он звучит подобно этому голосу Я понимаю До меня доходит До меня доходит Это голос Божий Вы знаете, что это такое? Откровение Получить Это Реклама в Америке При рекламе напитка Овощной такой напиток Там восемь видов овощей И реклама Люди говорят Ах Я же мог выпить вот это Поэтому Ах Знаете голос Божий через Писание или в Писаниях Но также знайте характер Божий Если у вас друг который иногда говорит о другом друге И вы сказали That doesn't sound like that friend Тот друг сказал мне это И вы понимаете что тот друг так не говорит Это не звучит как будто это он говорил И вы отвечаете That doesn't sound like that friend И вы отвечаете Тот так не говорит обычно Почему мы так говорим? Потому что мы знаем этого человека Мы знаем характер того друга И мы знаем что им не свойственно так говорить и общаться Как мы распознаем голос Божий? Мы знаем характер Господа У Бога есть определенный характер У Бога есть свой тон Он имеет определенные методы как Он работает с нами И несмотря на то что Бог может быть твердым или настойчивым Он всегда нежен и мягок в понимании Псалмист Знаете он говорит Он знает что мы всего лишь пыль Все что я есть это кусочек пыли грязи земной Мы сделаны из глины И псалмист говорит Он понимает из чего мы сделаны что мы из грязи сделаны Из глины Другими словами Бог говорит Я понимаю что вы люди Поэтому Он мягок и нежен с нами Да и здесь 57 пустота там нежный или мягкий Он твердый но также нежный или мягкий И Он может вас обличать Но Он никогда не осуждает Иисус не говорил что Я приду осудить этот мир Он будет обличать этот мир Но не осуждать Даже когда мы виноваты или делаем что-то неправильно Нас не осуждают Слышите? Бог будет обличать нас в каждом грехе Но не осуждать нас Дьявол всегда пытается осудить вас Бог в простоте обличает Дьявол всегда жестко действует Бог всегда нежно действует Дьявол всегда будет искажать и поворачивать неправильно Писание И знаете, это одно из сильных что дьявол делает Это одна из сильных его работ Он берет Писание И он искажает его разрушает И потом проговаривает его тебе чтобы осудить тебя этим Писанием Поэтому нам необходимо знать Писание что само Писание говорит чтобы дьявол не позволить использовать его против нас И дьявол всегда действует так что безнадега вокруг Он сеет безнадегу Слышали такой голос? Который приносит чувствование что безнадежно все ужасно Никакого ответа никакого выхода нет И он пытается навязать нам мысль что это Бог все говорит Но это не является правдой о Божьем характере Бог прощает Он восстанавливает Он искупляет Он не оставляет нас позади Он не забывает о нас Он не отступает назад Если вы упали Он не оставит вас внизу Он поднимет вас И Он поставит вас снова И Он снова поставит вас на путь Потому что Он знает и начало и конец Он знает конец еще от начала И Он называет несуществующие как уже существующие У Него есть судьба и призвание для тебя и меня И Он всегда нас ведет и направляет в эту судьбу и призвание Божье слово к нам Никогда не безнадежно Даже когда Он исправляет нас Он говорит надежду Он говорит решение Дьявол всегда Неясно? Дьявол всегда запутывает Неясность привносит Иногда дьявол может сказать вам Ты просто плохой Ты просто плохой Ты просто нехороший человек Ты грешник Грешник, грешник, грешник Дьяволу нравится вина Осуждение И вот эта путаница Неясность Бог, Он точен, Он конкретен Если я согрешил Он не говорит Сын, ты согрешил Он хочет, чтобы мы разобрались Что это? И когда ты разберешься Когда ты увидишь это Приходи ко мне Даже так не говорит Если Он хочет обличить нас Во грехе Он говорит нам конкретно Где мы были неправы Он не говорит Сами разберитесь А потом приходите ко мне Потому что, слушайте Мы не грешим Неясно и таинственно Ну, запутанно Другими словами Перед тем, как я иду спать Вечером Я не молюсь О Господь, прости мне Если я сегодня согрешил Я не молюсь так Господь, прости Я ж точно знаю Что в чем-то я согрешил Послушайте, есть теология Которая говорит Вы всегда в чем-то согрешаете Вы всегда где-то с грехом Вы можете грешить каждый день Вы же грешники Это не то, что Бог говорит Бог говорит, я сделал тебя Святым, освященным И этот святой может Периодически согрешать Но если ты согрешил У вас есть Дух Святой Который скажет Прости Вот это был грех Так, как ты поговорил с этим человеком Это был грех И если ты покаешься Попросишь прощения Восстановишь отношения с этим человеком Ты снова вовлечен в дело Которое мы делаем Хорошо? Точность, конкретность Поэтому нам не надо Ужасить в ужасе Каждый день в нашей жизни И думать О, Боже, прости меня, пожалуйста Потому что я точно где-то накосячил Потому что если я чувствую себя таким образом То я не могу ожидать, что Бог будет говорить ко мне Да? Бог может сказать Я хочу дать тебе пророческое слово Этой девушке Боже, я же, наверное, точно согрешил где-то сегодня Ты точно меня не сможешь сейчас использовать Я знаю, что я грешник И я знаю, что ты недоволен мной Нет никакого шанса, чтобы ты использовал меня Используй кого-то другого Послушайте, если дьявол убедит нас вот в этом всем То никто из нас не может служить Поэтому дьявол так и насаждает Ты грешник Ты согрешил Ты грязный Ты нечистный Тебя нельзя использовать Бог злой на тебя Сегодня ты Богу вообще не нравишься Это ложь от дьявола Это не голос Божий Бог говорит, придите ко мне все отруждающиеся и обремененные Я успокою вас Добрый Бог Если вы согрешили Если мы исповедуем наши грехи То мы принимаем его чистоту И мы становимся святыми и праведными Аминь Мы не ходим с мышлением постоянных грехов и ошибок Третье Бог всегда говорит о других людях С чувством надежды И призвания Из их призвания Если Бог посылает меня служить кому-то Как Бог видит этого человека? Как Бог видит этого человека? Каждому человеку, которому я имею взаимоотношения, может иметь проблемы, да? Вопросы Вопросы Да? У кого-то, может быть, даже большие проблемы Но вы думаете, что это то, что Бог хочет именно адресовать? Я не думаю, что обязательно Скажите, евангелизм будет работать, если первое, что мы будем говорить людям, что они ужаснейшие грешники? Они развернутся и уйдут домой Они не хотят это слышать Что первое мы пытаемся презентовать, когда несем благую весть? Бог любит тебя Да, Бог любит тебя Это первый пункт Бог любит тебя и имеет план для твоей жизни И если тебе это интересно Я могу помочь тебе иметь взаимоотношения с Богом Но первое, что мы утверждаем им, что Бог любит их Поэтому с кем бы я ни сталкивался Бог любит эту молодую девушку? Есть ли у него план на ее жизнь? Как долго Бог имеет этот план для нее? Даже до того, как он имел план на ее жизнь Как создал эту землю, этот мир У него план есть для нее Есть судьба, есть призвание для нее Да? И Бог всегда начинает Говоря людям о их будущем О их надежде, о их призвании, о их судьбе Бог любит тебя У Него есть план для твоей жизни Есть надежда для тебя Да? Это голос Божий Бог не сидит на своем троне Я стараюсь Если бы кто-нибудь из вас был Богом на один день Есть листик тех, кого вы хотели бы вычеркнуть? Бог, Он милостивый и долготерпеливый В отличие от нас Апостол Павел Убивал первых верующих Да? Я имею в виду, церковь только началась Она только началась Только разородилась церковь Павел убивал их Вот задумайтесь Просто на минуточку Если бы вы были день Богом Что бы вы сделали? Нам бы пришлось удалить Павла Правда? Нам надо убрать Павла с пути Он же все там намешал Кучу наделал Но это было сердце Бога? Бог говорит, нет, я хочу искупить его Ченчхи Бог всегда с таким голосом говорит И это Его голос Бог хочет, чтобы люди поняли Кем они могут стать Имея взаимоотношения с Ним Я вот Разрушил свой листик Бог говорит нам то, что актуально и уместно Если Бог собирается кому-то высвободить свое пророческое слово Он будет говорить то, о чем человеку актуально и нужно в данный момент времени И последнее, и там пустота номер 59 заполняем И мы уже говорили это утверждение Бог говорит в тихом, спокойном голосе И это мы разобрали характер Бога То есть мы говорили о том, что надо распознавать голос Божий И последнее Мы распознаем Его голос через опыт В моей церкви мы имели такие служения Где мы открывали возможность Для каждого, кто хотел, чтобы он высвобождал пророческое слово У нас было 10 минут И мы верили, что Бог хочет проговорить через кого-то из людей И мы спрашивали, кто-нибудь из вас слышал, что Бог дает слово ему для общины? Или, может быть, Бог дал вам какое-то пророческое слово кому-то из членов общины? И несколько людей вставали, делились словом Но всегда вставали люди, были люди И вот так вставали и выглядели вот так Знаете, что они делали? Бог, это ты? Не думаю Бог, я тебя слышу? Не, не думаю, я думаю, что это я Не, вроде это ты Не, вроде это я Не, не, это ты Не, не, это ты, ты, ты Да, да, ты Не, не, это я И потом мы говорим, время закончилось И знаете, что в большинстве случаев они делали вот такие люди? А, это был Бог Да, у меня было слово Чем больше вы будете переживать подобного, тем больше вы будете уверены, что это был Бог И причина, почему вы можете сомневаться, что Бог это или я Это потому, что в много раз Божий голос к нам Часто звучит как наш, подобно нашему голосу Почему так? Потому что иногда Бог говорит к нам через нас самих Имеет смысл для вас Понимаете? Да И часто после того, как время уже заканчивалось И когда они осознавали, что это был Бог Я говорил Я говорил, люди, я видел вас Что вы вот так вот и вот так вот размышляли И я говорил, следующий раз Выйдите вперед и поделитесь И знаете, что мы еще поняли? Обычно это вот самое первое, что слышите Потом вы начинаете добавлять от себя тяну, потому что включаете свое мышление Но первая мысль, она идет от Бога Поняли? Мы можем распознавать голос Божий Итак, пути, как Бог может говорить Мы говорили, да, что Он говорит через Писание And so He could even give you a scripture for someone else Он даже вам может... Я пропала? Алло? Раз, раз? Раз, раз? Батарея? 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 Я могу и без микрофона Бог может дать местописание для кого-то в жизни через нас И кидачка для кого-то в жизни через нас Yeah, and my wife gets this all the time My wife actually hears God say The scripture book and verse and chapter She'll hear that all the time Go to Ezekiel 35, 4 Go to Matthew 6, 28 She'll hear the voice of God tell her that And she'll go to that verse And that verse will be an answer To what she's been praying And she's like Like, how do you do that? Because I don't necessarily get it like she does But God will speak to us through the scriptures And He'll give us a scripture to give to people God can speak to us through all kinds of media Was it this place last night? Did I say He can talk through billboards and signs? Я говорил вчера, что мы через Today morning Oh, that was Yeah Okay I'm getting confused as to what I've said Я так много говорил, что я уже смущаюсь, когда я что говорил You can be praying, driving down the road And look at a billboard And the answer's on the billboard Говорить через bigboard И говорит, вы можете ехать за рулем Видеть bigboard И на нем может быть написан ответ на вашу нужду Yeah God can use any kind of media To communicate to you Бог может использовать любые средства массовой информации Для того, чтобы проговорить к вам God can talk to you through sermons Бог может говорить к вам через проповедь Через христианские песни God can talk to you Just through a normal conversation with a friend Бог может обратиться к вам Через обыкновенный диалог с вашим другом You could be talking about anything Вы можете говорить о чем угодно And your friend is talking, 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 talking И ваш друг говорит, 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 говорит And then all of a sudden The next thing they say Has a spiritual edge to it It's like the next thing they said It's like the next thing they say Has the anointing of God on it Like the presence of God on it They sleep and know it But they say it And you go That was a word of God to me Okay God can speak to us Through what we call An invasion of our thoughts I'm thinking How many of you think? That's good to know That's good to know Yeah Sometimes Descartes said If we didn't think We were dead Yeah He said If I think Therefore I am That's your philosophy lesson For the day So sometimes When we're thinking It's like there becomes An invasion In our thinking You feel That's like there becomes An invasion In our thinking In other words We think about a thought We didn't think We were thinking about That's God Invading our thinking God speaks to us In what we define As just a knowing Down in our spirit Иногда Бог говорит К нам Через Понимание В нашем собственном духе You just know God has said Something to you You don't even You don't even Know how to explain How you do You just know it In your spirit You don't even know How to explain How you do In your spirit Many times When I release Prophetic ministry Очень часто Когда я высвобождаю Двигаюсь Пророческом служении I'll just know Something in my spirit Я просто знаю Что-то в своем духе I can't describe How I got there Я даже не могу Объяснить Как я получил это It wasn't like I heard something It's just like I know it Но такое ощущение Что я просто Это знаю Sometimes God will speak to us Through what I call The empathy Of the Holy Spirit Иногда Бог может говорить Через то Что мы называем Переживание В Духе Святом I'll be ministering Prophetically Я вот служу В пророческом служении It's like I release a prophetic word I release a prophetic word I release a prophetic word And then I stand In front of someone And all of a sudden My spirit И внезапно В Духе Своем Мой дух Начинает Плакать Взывать Because somehow My spirit Feels what's going on In the spirit Of the other person Такое ощущение Как будто В этот мгновение Мой дух знает Что происходит В Духе другого человека And it's like I will feel The pain That they feel И такое ощущение Как будто Я знаю боль Которую они чувствуют Какое-то отвержение Какое-то боль Или какие-то Беспокойные вопросы Которые просто Давят их И когда я чувствую это В моих переживаниях Бог может дать понимание Откуда это идет Переживание Или чувствительность К Духу Святому Знаете, Писание говорит Радуйтесь с радующимся И плачьте с плачущими И знаете, это просто работа Господа Я могу молиться за кого-то И внезапно начать плакать И просто так Как на взрыв Как ребенок маленький Потому что я способен Чувствовать Какую-то ихнюю боль Иногда Бог говорит так Что мы слышим Какое-то слово Слово или фраза Иногда это одно слово Иногда мы можем услышать фразу Иногда мы может быть Не услышим фактически слово Но поймем какую-то концепцию Какой-то принцип просто И в большинстве случаев Мне надо начать говорить До того, как я услышу еще больше Моя личность, моя сущность Я такой человек Так что ты, Бог, сначала Мне все-все-все расскажи А потом я пойду И буду им все это рассказывать Но, к сожалению, почему-то Бог так не всегда работает Я получаю фразу, слово Или какой-то принцип, концепцию Но когда я начинаю высвобождать В процессе я получаю больше И начинаю слышать больше Тогда, когда высвобождаю То малое, что Бог сначала дал Бог говорит нам через слово знания И часто слово знания Ходит рядом с исцелением Кто-то ощущает, что есть боль в шее И я иногда не слышу это Как слово Я иногда чувствую боль Поэтому учитесь быть чувствительны Если вы двигаетесь в духе Если вы верите в исцеление Если вы верите, что Бог призвал вас Молиться за людей Возлагать руки И они будут получать исцеление Вы покидаете дом И вы чувствуете себя хорошо И вы по дороге в церковь на служение И чувствуете себя прекрасно Но когда вы входите в служение У вас начинает быть боль где-то Или какие-то нелегкие ощущения И это может означать, что Ни что-то неправильно с вами Или нездорово Бог может показывать, что Кто-то, кто есть в этом помещении Кто вокруг вас Что у них есть эта боль Например, в шее И Он хочет использовать вас Дать слово знания Послушай, мне кажется, Бог говорит Что у тебя есть боль здесь в шее Или может быть, кто-то в этом классе Сидит и у него боль в шее И кто-то может сказать, да Я говорю, так Бог это показал Позвольте мне задать вам вопрос Если Бог показал кому-то Что кто-то в аудитории Имеет боль в шее И Он хочет это исцелить Разве это не поднимает Уровень веры выше? Да Я помню, мы были в таком месте Продолжающегося пробуждения И у меня был гость, который Проповедовал по вечерам А я проповедовал по утрам И мой друг, он двигался во всех порах Пророчество, слово знания Возлагание рук на больных Мы видели чудеса, знамения, чудотворения Служения заканчивались за помочь Сила Божья просто Была на людях Просто такое невероятное было И меня осенило Люди утром приходили Ожидая подобного, что было вечером И я такой Они пришли с ожиданием Увидеть такое же течение Духа Как было вечером Боже Помоги И я сидел в офисе Хорошо, Господь Дай мне слово знания Дай мне увидеть, что Ты хочешь делать Я услышал что-то, я записал Услышал, записал И then I saw a titanium rod About that long Titanium bar Что, что титан Такая палочка или веревка Ну, палочка титановая Штырек Made out of titanium Yeah Из титана And so I thought I'll write that in And then I saw A lady's hand That was all gnarled up И потом я увидел Женскую руку Которая была скрючена Очень сильно И я подумал Бог, не так же много людей Приходит на утреннее служение Каков шанс Что на утреннее служение Придет кто-то с титановой палочкой И кто-то со скрюченной рукой Ну ладно, запишу И у меня так верой Достаточно Вот мое послание И я говорю Господь готов исцелять И Бог дал мне Слово знания И Бог хочет исцелить вас сегодня У кого-то есть тут боль в спине Есть кто-нибудь Есть кто-нибудь Сейчас мы рассказываем Что было на утреннем служении Anybody У кого-нибудь есть Пожалуйста Ну хоть чуть-чуть боли У вас есть в спине А еще Бог сказал Что у кого-то с коленками Кто этот человек Anybody Ну кто-нибудь Right knee Ну правая коленка Left knee Ну левая коленка Nobody Никакой боли My faith Моя вера Тынь Тынь У кого-то сыпь на коже Да Это вы Ну кто-нибудь Откликнитесь I'm like If they don't have those И я сказал Ну если они этого Не имеют There's no way The titanium rod is here Ну то точно Ни у кого Титановой палочки Нету И скрюченной руки I said Okay Я говорю Ладно We're gonna pray for healing Anybody wants to be healed Come up I wanna pray for you My faith had just gone My faith had just gone I'm not making this story up I start praying for people I come to one person What's your problem I got lower back pain Он говорит У меня боль в спине Well I called that out Я говорю Ну я ж звал Oh I'm sorry I didn't hear it Прости Не слышал Okay God wants to heal you Я говорю Бог хочет исцелить тебя My faith stirs up a little bit This is true story A couple more people down the line What's your problem Oh man I've got some problems With my right knee Oh I called that out Я говорю Ну так я ж звал Вперед I guess I didn't hear it Мне кажется Я не слышал Alright We'll pray for you Я помолюсь за тебя В любом случае What's your problem Oh I've got this skin rash Знаешь у меня тут сып такая I called that out Я говорю Я ж это тоже называл Ой наверное я не слышал That's okay We'll pray for you It's my faith It's my faith It's starting to go And I keep praying And I get to the end of the line And there's a little Spanish lady And I'm about to pray for her And I look down And her hand is gnarled I said lady I saw your hand God showed me your hand God showed me your hand When I was in my office God's gonna heal you He's gonna heal you See If God shows you And I say he's gonna do it Our faith should explode We started praying Oh I said Why didn't you come forward Well she had a legitimate reason She didn't understand English She was only coming For the prayer time And so we started praying And praying over I'm in praying And praying I'm waiting for that hand To straighten out It's not straightening out I'm praying I'm praying She falls out on the floor I'm praying over that hand I'll be made well Be made well And then all of a sudden She screams And by that time I had one of our Spanish speaking people Come over And I said Why is she screaming? She's saying Let go of my leg Let go of my leg We said Lady nobody's got your leg She said Somebody's been pulling On my leg Но кто-то давит Мою ногу We said Lady nobody's touching Your leg And she said Lift me up And we picked her up And she started And she started And she said Alleluia Alleluia We said Lady what's going on? She said For 30 years One of my legs Was longer than the other And I walked with a limp And I had pain All up my back And she said While I was on the floor Somebody pulled my leg And now they're the same And now they're the same length 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 Служение закончилось. Много людей продолжало стоять, общаться, разговаривать. Я сел на стульте. Подходит молодой человек, садится рядом. И он вот так прихрамывал. Я говорю, что с тобой не так? Он говорит, ну я попал в аварию на мотоцикле. И я сломал ногу. И у меня штырь титановый в ноге, вот такой. И я говорю, я видел этот титан. Я вызывал человека, у кого есть титановая палочка, это внутри тела штырь, но видно он был в туалете. Но я ему сказал вот что. Я должен быть честен с тобой. Я говорю, я увидел вот такой длины. Он говорит, ага. Такая в моей руке. Бог будет давать вам Слово Знания. И это взращивает нашу веру, и это взращивает их веру. Аминь? Бог может дать вам Пророческое Слово? Может дать вам Слово Знания? Да, Он может. Если Богу воздастся Слава. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok